Христос воскресе! Первыми благовестниками воскресшего Иисуса были женщины-мироносицы. Мироносицам же нам при гробе предстал ангел вопияше, мира мертвым суть прилично, Христос же истление явися чужд, но возопите воскресе Господь, дару ей мир и велю и милость. Так мы поем Святую Пасху. И сегодня мы читаем у Луки о том, как женщины пришли ко гробу, Иисуса не нашли, нашли ангела, который спросил их, что ищете живого с мертвыми? Мы уже говорили не раз с вами об этом, но я напомню о том, что Христа они хоронили на кладбище. Если бы он лежал между другими могилами, и кругом были бы покойники, то этот вопрос был бы точечный, уместный, что вы пришли в царство мертвых, пришли искать живого. Но Христа хоронили отдельно, его гроб находился в саду, в винограднике, и он не был похож на обычные места захоронения. Во-первых, это была пещерная могила, во-вторых, там не было кругом мертвецов. Поэтому вопрос ангелов к женщинам, он имеет в себе более глубокий смысл, чем кажется, вообще как все в Евангелии. Что вы ищете живого с мертвыми? Его здесь нет, он восстал. Этот вопрос о мертвецах, он касается вообще всех людей, потому что мы с вами мертвецы, и без Иисуса мы вообще вечные мертвецы, а с Иисусом временные мертвецы. То есть мы заплатим свой долг, и после этой уплаты войдем в радость Господа своего. А потом и воскреснуть придется человеку, и жить во веки веков, и духом, и телом в Царстве Божием. И вот этот вопрос о мертвецах, это вопрос о всех людях. Бестолку искать живого между мертвыми. И когда мы ищем Христа, то мы чаще всего ищем живых людей, то есть таких оживших, в Боге оживших людей, и присматриваемся к людям и ищем, а где эти новые люди, где эти люди, на лице которых есть этот отблеск какой-то другой жизни. Как митрополит Антоний, покойный Сурожский, и Царствуемый Божий говорил, такую монашескую присказку повторял, говорит, что никто не может пойти в монахи, если он не увидит хотя бы раз в жизни на лице другого человека отблеск небесной жизни. То есть нужно понимать, что есть другая жизнь. Нужно видеть, что она реальна, что она существует. И это можно увидеть только в людях. Только на другом человеке, который имеет Христа в себе и с собой, можно радостно угадать, что он живет уже одной ногой в другом мире, и в нем происходит то, что во мне не происходит. И он имеет то, чего я не имею. И его ждет то, что меня не ждет. И тогда можно пойти за Богом. Поэтому вот эта скудость нашего мира на святых людей, она, конечно, страшно печальна, потому что она рождает здесь и отчаяние, и поиск ложных удовольствий, и сомнения в вере и прочее. Вот этот вопрос, что вы ищете живого между мертвыми, это вопрос как бы ко всем людям. Потому что Христос единственный по-настоящему живой. Смерть над ним не обладает, и он к тому не умирает. А то, что умер однажды, умер за грехи наши. И воскрес для оправдания нашего. Потом еще очень достойно внимания то, что ангелы говорят женщинам. Вспомните, что он вам говорил в Галилее, что он должен будет много пострадать от людей, грешников, и должно быть ему пропиту, и в третий день восстать. То есть ангелы напоминают мироносицам Евангелие Господа, то есть его учение о будущем своем страдании и воскресении, страдании, смерти и воскресении. Это значит, дорогие христиане, что ангелы, невидимо оставаясь для людей, непрестанно следовали за Господом и тоже слушали его слова. Тоже было интересно послушать, что скажет Господь. Он Господь. Они же Его Господом назвали ангелы. Когда он еще в люльке лежал, они сказали, что мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям. «Ныне родился вам в Вифлееме Христос Господь. У ангелов и у людей Господь один». И вот они за этим Господом воплотившимся следили и ходили. Для них было это интересно. У апостола Петра есть такое выражение, что в эти тайны Божии ангелы желают проникнуть. То есть для них это великое удивление, что Бог стал человеком, что Бог так унизился и смирился, и они ходили и наблюдали за ним, и слушали его, и запоминали его слова. Благо им не тяжело запоминать, у них память острая, у них ум нечеловеческий. И они потом, женщины, напоминают Евангелие. Это значит, дорогие христиане, что когда мы проповедуем Божие Слово, у нас всегда есть слушатели. И слушателей больше, чем мы видим глазами. Потому что ангелам тоже интересно слушать Евангелие. Для них оно тоже составляет радость. И они до сих пор желают проникнуть в эту тайну Боговоплощения, в эту тайну добровольного страдания, в эту тайну воскресения. То есть для них это тоже тайна. Ангельский ум тоже не проницает эти глубины Божества. Они останавливаются в недоумении, со страхом и отступают назад, и удивляются благосердию, благоутробию нашего воплотившегося, вочеловечившегося Владыки. Вот две мысли хотя бы сегодня можно из Евангелия с собой унести. Люди мертвые без Господа, мертвые по-настоящему, мертвые страшной смертью. Непогребенные трупы – это жители любого города и села. Это мы, мы люди, мы ходим пока еще, движемся еще пока, что мы, так сказать, согреты теплом души наши тела. Но все гораздо серьезнее. Если бы не Иисус, у нас не было бы никакой надежды. Если бы не Его смерть, наша смерть была бы окончательной, бесповоротной и безнадежной. А благодаря Его смерти мы получили открытые двери в другую жизнь. Верьте в это и знайте это. Имейте сердечный опыт. Как вот мы только что пели, воскресение Христово, видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу. Постоянно поем о том, что мы видели Христово в воскресении. Значит ли это, что мы видели Его глазами? Нет, Его никто не видел. Глазами воскресения Христово не видел никто. А что же мы поем, воскресение Христово видевшее? Это означает, что в недрах нашего сознания, в темноте нашей души, мы однажды пережили и почувствовали, и не однажды, может быть, это вспышку воскресшего Господа, вспышку радости, вспышку силы, вспышку жизни. То есть свет во тьме светится. Это свет воскресшего Христа. Жизнь темная вещь. И сердце человеческое очень темная вещь. И голова человеческая очень темная вещь. И вот в этой тьме воссиял свет воскресшего Иисуса. И мы это видели. Не знаю, как кто, а многие ему сказали, я видел, я знаю. Внутри себя. Я знаю, что такое свет воскресения. Меня озарил этот луч воскресшего Христа из пустого Иисусового гроба. Так что мы, мертвецы, имеем единственную, ни две, ни три, одну только надежду на вечную жизнь и на спасение. Это Господь и Бог наш, Иисус Христос, воплотившийся от Девы Марии, истинно умерший на Христе, и воистину погребенный, и воистину воскресший в третий день, согласно с Писанием. И это настолько велико, что это интересно даже ангелам. И ангелы слушают, запоминают, потом пересказывают, друг другу пересказывают и людям напоминают Евангелие, если люди его забудут. Если люди забудут Евангелие, ангелы придут и нам напомнят, что Он для нас родился в Вифлееме, для нас умер в Иерусалиме, для нас воскрес и явился в Галилее, для нас вознесся с Иллионской горы и для нас придет на суд опять и увидит его всякое око. Как молния небо разрывает на две части, так Господь придет для всех людей в одно время. Это Евангелие вечное, которое нам проповедуется. Даже в Откровении говорится, что ангелы Божии по небесам там летают с вечным Евангелием. Евангелие не меняется. Это вечное благовестие, спасение для всех людей. Да стоит на этом наша духовная нога и не подвижется. Аминь. Христос воскресе!